В Орленке с 24 по 27 февраля прошел семинар-совещание организации мероприятий по основным направлениям государственной молодежной политики в Краснодарском крае в 2016 году. Его организаторы – Министерство образования, науки и молодежной политики края. Участники в рамках мероприятия обсудили план работы на год, говорили о создании новых проектов и проделанной работе существующих уже проектов. Подробности в нашем следующем материале. Это ежегодный семинар-совещание, на котором основное внимание уделяется координации работы с молодежью в муниципальных образованиях края. В Орленке он проходит впервые, участвует в семинаре представителей 44 муниципальных образований. Это руководители органов по делам молодежи, директоры молодежных центров, около ста специалистов, курирующих основные направления государственной молодежной политики в Краснодарском крае. Молодежная политика – это динамически развивающаяся система, и поэтому каждый специалист должен понимать эти изменения, знать при этом традиционные моменты, ну и ориентироваться в практическом поле на своем локальном уровне. Большое количество экспертов, теоретиков и практиков, они бесспорно дают определенный опыт и знания, столь необходимые молодым специалистам. Делятся опытом о проделанной работе лекторы-семинары. Это специалисты, которые курируют основную деятельность. Обсуждаются вопросы развития и реализации потенциала молодежи, гражданское и военно-патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие, а также формирование здорового образа жизни молодых граждан. Мы обсуждаем планы работы на год, новые проекты, реализацию уже существующих проектов, так сказать, их совершенствования, и обсуждаем проблемные вопросы, которые у нас вообще возникают в принципе в сфере нашей деятельности. И раньше, и сейчас успех будет тогда, когда то, о чём вы говорите, то, что вы проводите, вы сами верите и должны верить в то, о чём вы говорите. И в ваших глазах должны читать эту веру. И тогда это имело место. А сейчас, тем более, когда вы работаете с молодёжью. В рамках мероприятия и своим ценным опытом с участниками делятся гости семинаров совещания. Это депутаты законодательного собрания Краснодарского края. Среди них Александр Джеус, депутат ЗСК и генеральный директор Орлёнка. В своём выступлении он подчеркнул, что в детском центре часто проходят тренинги для молодых политиков и депутатов, что приносит значительно положительный эффект в работе. Они отвечают на современные вызовы молодёжной политики и они строят, по сути, новое будущее государства. Потому что молодёжь – это всегда будущее государства. И вот эта цепочка передачи накопленных знаний и опыта от предыдущего к последующим поколениям, мне кажется, это самое главное, что нужно делать. Потому что всякий разрыв приводит всегда к очень плохим последствиям. Беседа с гостями проходит под девизом «Опыт поколений сохранить и приумножить». Здесь делятся накопленным опытом прошлых лет и новыми наработками, которые сегодня активно вовлекают молодёжь в социально активную деятельность. И мы делились опытом с нынешним составом молодёжной политики, которые тоже попали в непростые условия сегодняшнего дня. И вот этот бесценный опыт, он весьма и весьма востребован, как мы преодолевали эти проблемы и как сейчас они могут быть использованы. И самое главное, к чему мы пришли, о том, что кризис надо преодолеть прежде всего в своих головах и заняться реальным делом. И если это осуществимо, как это мы делали во второй половине 90-х годов, тогда всё становится на свои места. «Мне бы хотелось, конечно, отметить, что сегодня команда молодёжки, она очень разнообразна, она полна идей. И мне бы виделось, что сегодня эти идеи должны дополняться, конечно, работой и на местах, работой на краевом уровне. И здесь тандем исполнительных и законодательных органов будет отдавать дополнительный импульс реализации этих идей». Лена Коблева, Дмитрий Гришин, телеканал Орлёнок ТВ.